Сегодня у нас готовим голубям. Всё закрывает, придавливает брусками. А тут Никита свою коечку подготовил, лежанку. А тут я. И вот сейчас голубей выпускать утром. Кошек уже спрятал. Вот там Никита своими делами занимает. Вот они, голубя, уже на выходе. С нижнего этажа поднялись сюда. На этом этаже спит паля. Мы закрываем. Потому что она всё время балуется, открывает погреб. Вот здесь. Оттуда страшный холод. Дует прям как с улицы. Ну где-то видно. Вот она сейчас будет вылетать. Гуля, гуля, гуля. Да они хорошие мои гули. Так, я семечки насыпал. Это вот самец ближе. Голубь, а то голубка сзади. Не шевелись, сиди, только сиди здесь. Вот она. Кать, кошек надо было поймать. Ну а палю как ловлю? Крик упал. Она со всех ног несётся с третьего этажа. Котёнок маленький. У неё уже седьмой месяц. Семь месяца будет тридцатого. Января. Разумнал, когда она родилась. Галина в леске подсказала. Вот они здесь. Всё. Всё. Всё, 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 всё. Вот они где. Так, мне где-то надо подняться на стул и встать здесь. Потому что сейчас она будет лезть к нему, чтобы он потоптал её. И главное, раз, заносит его, поцелует и упадёт. Упадёт и лежит, как лепёшка. Широкая спина сделается, чтобы он не упал с неё. Вот тоже как-то есть, кто я учил этому. И это не всё. Ему только потоптать нет. Он начинает ей клювом перебирать пушинки на голове. И целует, и целует, и целует её. Это нигде нет. У петух тот нагнал курицу. Всё. Ни у гуся, ни у кого этого нет. А этот вчера смотрел, где-то минут пять он её пушинки на голове перебирает клювом. Вот она полетела. Вот они в комнате живут, да. Вот так. Это я взял дикарей. Они более сильные, крепкие. Это температура в избе то холодная, то горячая. Ну, как они... Ну, наблюдение веду. Вот, пожалуйста. Это мне Виталий Бианке помог. Любовь такую птицам к животным. Так. Куда мне залезть-то, я не знаю. Сейчас. Подожди-ка. На стул залезу, чтобы не упасть. Вот. Это тут никак. Со стула-то. Тут мешается это у меня. Абажур мешается. Вот она разгон даёт. Крылышко на одном месте машет. Видишь, как засиделись там. Это утро сегодня. Утро. Утро. Еще только 6 часов. Утро мы уже помолились тут. Беседовали. Вот она. Передо мной облёт делают. Прямо вплотную. Сантиметров 20 от аппарата пролетели. На третьем этаже. Трудно достать, чтобы вот тут я встал. Она первая начинает к нему ластиться. Вот справа она. А у него там белое, как пятно под крыльями. Красавица. Я прямо наверху. Вот рядом балка. Над головой у меня сантиметров 40-30. Балка. Это третий этаж. Володин спит. Это вот Никитин. Вот оно как брусками заложено. Бумага обыкновенная. Бумага это книги, которые заворачивали. Вот. Вот тут зашёл человек, сделал ролик о нас. Не знаю ни фамилии, ни имя его пишет. Добрый плотник. Хороший фильм сделал, но звук тихий. Не машите рядом оклад дверей, чтобы вас не видно было. Бестолковые лезут, пугают и ещё не соображают. Я их приучаю людей-то к голубям. А чём в них особенно в голубях? Эх ты! В голубях. Я говорю, этим тоже их пугаю. В голубях. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так... Володя обед готовит, завтрак, Никита с компьютером, прям тут же на столе, среди картошек. Места-то нету, люди видят, ничего не понимают. А у вас грязно, у нас чисто, у нас все чисто. Все застелено. Даже вот эти у меня увидели, висят тряпочки. А что это означает, красные? Вроде оберег какой-то. Да просто так, от старых тряпок оторвал, они мне нужны. На молотки, на топоры навязываю, чтобы не потерять. И из них делаю маленькие, как колечки, пришиваю на ноги голубям. Официальных курица нету. Ну вот, напугал я их, они... Наши ребята, холодновато, кажется. Официальных курицей... Продолжение следует... Надо на полу застелить бумагой, поставить тазик с водой, чтобы они могли покупаться. А то убираются часто, бывают такие блохи там, перья съедают. Они лишь настороженные ведут себя как. Вырезать не вырезаю. Вот этот момент можно было бы вырезать, что снимаю. А не подходит там платье свое, сорочку отряхивает. Продолжение следует... Продолжение следует...